Акриловое литье. Среди популярных направлений современного искусства сегодня особенно выделяется рисование жидким акрилом. Художники, которые выбирают его для себя, используют крайне необычные техники нанесения краски на холст. Результат при этом получается всегда непредсказуемым, но очень красивым. А главное свойство жидкого акрила таково, что создать две одинаковые картины попросту невозможно. Кстати, за самим процессом создания картин всегда невероятно приятно наблюдать. И это тоже определенный плюс. Называется данная техника Fluid Art. Мастера используют акрил, который разводят в жидком мыле, лаке или клее. Иногда мастера выбирают другие жидкости, чтобы достичь еще более интересного рисунка. Удивительно, но вместо кисти используется самый обычный пластиковый стаканчик. Несколько цветов заливаются внутрь него слоями. Особенность акриловой краски заключается в том, что цвета не смешиваются между собой, благодаря чему и удается создавать настолько необычные узоры. Стоит отметить, что мастера не рекомендуют использовать больше трех-четырех цветов. В противном случае картина рискует выйти грязной. Впрочем, так как мы показываем мастера высокого уровня, он использует целых пять цветов. Сначала в стаканчик наливаются более темные цвета, затем более светлые. Затем краска разливается по холсту и равномерно распределяется во все стороны. Примечательно, что показанная техника акрилового литья отличается относительной простотой. С ней справляются даже новички. Резьба по дереву. Существует огромное количество материалов, из которых реально создать красивую скульптуру с большим количеством деталей. Древесина – один из наиболее распространенных, и в этом нет ничего удивительного. В первую очередь хочется обратить внимание на уникальные и очень высокие эстетические качества. Деревянная скульптура всегда теплая и приятная на ощупь. Ну и, конечно, это природный материал с уникальным рисунком, который очень сложно повторить искусственно. Кстати, резьба по дереву – это довольно древнее ремесло, которое на удивление не потеряло актуальности в современном мире. Поменялся разве что набор инструментов. Раньше они были механическими. Резчики по дереву активно пользовались разнообразными стамесками и ножами. Сегодня, чтобы ход работ ускорился, работники отдают предпочтение электрическим пилам и лобзикам. Обратите внимание, что во время грубой работы мастер использует самую обычную электропилу. Ее он намечает очертания и срезает крупные лишние куски. Однако, когда требуется точность и выберенность, мастер уже отдает предпочтение инструментам поменьше. Ну а где-то и вовсе переходит на механические инструменты. Мастерская, работа которой мы вам показываем, находится во Вьетнаме. Дерево, которое было выбрано для скульптуры, называется Фудзянский кипарис. Фомейшн. Приблизительно в 180 году н.э. китайским изобретателем по имени Дин Хуань был создан самый первый в мире очень простой зоотроп. Немного позднее, в 1833 году, британский математик Уильям Джордж Горнер изобрел еще один более совершенный зоотроп. То, что вы видите на экране, это то, куда человечество завела сила мысли и изобретательность. Именно так зоотропы выглядят в 2019 году. Но давайте поговорим о самой конструкции и о том, что она из себя представляет. Зоотроп — это устройство, созданное для демонстрации движущихся рисунков. Со стороны оно выглядит крайне эффектно, а потому с легкостью справляется с функцией элемента декора. Изобретение основано на явлении, которое называется инерция зрения. Это такая особенность нашего зрительного восприятия. Если говорить простым языком, то это способность глаза соединять быстро сменяющееся изображение в одно. Фомейшн отличается от традиционных зоотропов своей конструкции. Вращающийся диск абсолютно открытый. Однако самое примечательное в устройстве то, что изображение выглядит объемным. Изобретателям Фомейшн пришлось потратить на создание этого зоотропа кучу времени. Но зато сегодня приобрести такое устройство может каждый желающий. Управляется оно с помощью приложения для смартфона. Гост Кьюб. Поразительно, но сегодня даже конструкторы могут превращаться в самые настоящие произведения искусства. Правда, для этого они должны выглядеть необычно. Примерно так, как конструкторы Гост Кьюб, которые вы прямо сейчас видите на экране. Это необычное изобретение детища шведского дизайнера по имени Эрик Аберг. В своих работах он экспериментирует с движением вещей, которые на первый взгляд кажутся абсолютно неподвижными. Это деревянные кубы, которые соединены особым образом. Разработчик позаботился о том, чтобы все элементы конструктора двигались в любую сторону, которую захочет человек. При этом конструкция сохраняет целостность, меняется лишь форма. Гост Кьюб был вдохновлен оригами. Посмотрите, как скульптура из десятков кубиков превращается в другую скульптуру всего лишь движением руки. В самом начале своего творческого пути Эрик работал с конструкцией, состоящей всего из пары кубов. Со временем он обнаружил, что добавив новые элементы, реально открыть бесчисленное множество вариаций. Все ограничивается лишь фантазией собирателя. Аквапринт. А вот еще одна необычная техника окрашивания, которая также отличается относительной простотой. Она позволяет наносить на поверхности текстуры, идентичные по внешнему виду рисункам. Например, это может быть дерево, камень, металл или даже шкура животного. Интересно, что Аквапринт позволяет преображать любые твердые поверхности и материалы, даже если они имеют сложную форму. Работа может вестись с пластмассой, металлом, деревом, керамикой и даже стеклом. Впрочем, это не самое интересное. Наверняка вас уже заинтересовало, как именно краска наносится на поверхность. Техника Аквапринта выполняется в специальных технологических ваннах, которые наполняются самой обычной водой. И вот здесь процесс окрашивания может незначительно варьироваться. Один из вариантов — это нанесение на воду лакокрасочных материалов. Они ровным слоем ложатся сверху на поверхность. Когда же предмет окунает в воду, краска налипает сверху. Таким образом создают красивые абстрактные узоры, похожие, например, на рисунок мрамора. В данном же случае мастерам нужно получить конкретный рисунок, поэтому используется иммерсионная пленка. Сверху мастер опрыскивает ее специальным активатором. Его задача — размягчить пленку до пластичного состояния. После этого, когда изделие опускается в ванну, узор переносится на его поверхность. Обратите внимание, как медленно и аккуратно работает мастер. От его действий будет зависеть, насколько эстетично будет выглядеть готовый результат. Картины из кубика Рубика Последний мастер, которого мы хотим сегодня показать, доказывает, что красивые и необычные предметы можно создавать в буквальном смысле из чего угодно. Итальянский художник Джобани Контарди, например, решил собирать портреты знаменитых личностей из кубиков Рубика. Эта игрушка — неотъемлемая часть жизни художника. Свой первый кубик Рубика он собрал в 7 лет, но в подростковом возрасте за ним закрепилась победа в Европейском чемпионате по скоростной сборке. Результат, который показал итальянец, составил 9,43 секунды. В общем, в том, что картины он собирает именно из этих головоломок, нет ничего удивительного. Подбор правильных цветов для него сегодня — это автоматическая работа. Ее выполнение для Джобани также легко и естественно, как, например, ходьба или дыхание. Сначала мужчина распечатывает рисунок на листке, а затем последовательно складывает сотни кубиков в определенном порядке. Каждая грань кубика Рубика — это что-то вроде пикселя, из которой состоит изображение. На одну работу уходит от 400 до 700 кубиков Рубика. Ну а на сам процесс от создания концепции и до непосредственно сбора картины уходит, как правило, от трех до четырех недель. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете!